В последние три дня прошло самое главное событие в научном мире в области альтергологии и монологии. Есть мнение, что это один из самых больших по количеству участников Конгресс за всю историю. В этом году он был гибридным, поэтому была возможность участвовать заочно, посмотреть его онлайн. Это, конечно, замечательно. Если у кого-то из вас есть возможность получить доступ, то на полгода мы получаем доступ к записи к лекциям, поэтому очень-очень рекомендую. Итак, что сегодня я хочу рассказать. Основная идея Конгресса в этом году – это общая природа аллергии и хронических воспалительных заболеваний, или по-другому подход «Одно здоровье», я так перевела «one health approach», согласно которому, возможно, общий патогенез, общий путь развития объединяет самые разные хронические воспалительные заболевания, в том числе аллергию. О чем конкретно идет речь? В первую очередь в этом году очень много внимания посвящено тому, что аллергия – это заболевание с барьерной дисфункцией, или, прямо так, как говорили, барьерное заболевание, или болезнь барьеров. Профессор Чезми Агдис очень эмоционально лекцию посвятил тому, что мы напрямую зависим от того, насколько окружающая среда в виде химических веществ, включая не только химические вещества воздуха, но и то, чем мы питаемся, влияет на наше здоровье. Действительно, за последние 50-60 лет по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия количество химических веществ в окружающей среде увеличилось в 350 раз. И химические вещества повреждают наши барьеры кожи и слизистые оболочки, соответственно, повышается их проницаемость для токсических веществ, для микробов, для аллергенов. Наша микрофлора, наши коменсалы, которые живут на поверхности кожи и слизистых, в случае, если нарушаются связи между клетками, начинают мигрировать туда, где их быть не должно, запускают иммунный ответ, и таким образом развивается хроническое воспаление. И вот к этим повреждающим факторам, которые делают наши барьеры, собственно, проницаемыми, относятся очень большое количество разных внешних воздействий на нас. Это и табачный дым, и продукты сгорания топлива, это детергенты, сурфактанты в бытовой химии, в шампуне, в гелях для душа, в мыле, в зубной пасте, наночастицы микропластик, энзимы, эмульгаторы, консерванты, сурфактанты в еде. И я здесь не стала приводить пугающий слайд, который говорит о том, что практически во всех продуктах питания присутствуют те вещества, которые могут влиять на наши кожи и слизистые, те самые сурфактанты и консерванты, которые, с одной стороны, обеспечивают длительное хранение и удерживают воду, а с другой стороны, к не безобидны для нас. Помимо воздействия на наши барьеры, все эти вещества еще и повреждают комменциальную нашу микрофлору, повреждают хорошие бактерии, снижают биоразнообразие, что тоже влияет на иммунный ответ. В качестве аргумента в пользу того, что окружающая среда существенно влияет на наш иммунный ответ, в том числе ЧЕЗМИ приводит такие данные, что в 70-80-х годах у здоровых людей практически не встречалось антител класса иммуноглобулин-джик безопасным антигеном окружающей среды. При этом, например, в 2015 году исследование показывает, что практически у 100% взрослых есть иммуноглобулин-джик пищи. По данным норвежского исследования 2018 года, у детей в один год почти у всех есть иммуноглобулин-джик молоко и яйцо. Возникает вопрос, зачем им быть, если бы слизистые не были проницаемы для белков молока и яйца, потому что полезной функции иммуноглобулина-джик в принципе-то нет. Да, мы сейчас знаем, что они обеспечивают толерантность, но в принципе их могло и не образовываться, если бы молоко и яйцо не оказались там, где они быть не должны. И если сравнивать, например, уровень специфических иммуноглобулинов Е в популяции, измеренных одним и тем же методом, то за 8 лет с 1990 по 1998 год, тоже по данным норвежским, они удвоились. Можно, конечно, говорить о других причинах для роста сенсибилизации, но нельзя, наверное, утверждать, что количество мутаций генетических, которые приводят к развитию аллергии, мы знаем, что аллергия – это генетически детерминированное заболевание, за 8 лет увеличилось в таком же объеме. Гипотеза эпителиального барьера таким образом объясняет рост частоты аллергических заболеваний за эти десятилетия. И, конечно, мы должны признать, что за 50 лет изменилась окружающая нас среда и наше питание, и воздействуя на эти факторы, мы тоже можем повлиять на снижение риска развития аллергических заболеваний. Вот здесь, собственно, статья, из которой взята эта информация. Я сразу скажу, что все ссылки, которые я использую, будут потом в конце приведены в виде QR-кода, вы все это сможете посмотреть, поэтому можно сейчас не спешить это записывать. И, собственно, иллюстрация гипотезы эпителиального барьера, каким образом все взаимосвязано. Я переведу. Барьерные ткани подвергаются внешним воздействиям разных повреждающих агентов, развивается воспаление эпители, повреждение барьера, колонизируются более глубокие слои кожи комменсальными, оппортунистическими, так скажем, патогенами. Возникает микробный дисбиоз. Плюс эти же химические вещества повреждают стенку бактерий, поэтому возникает снижение так называемого биоразнообразия. Микробиота транслоцируется в субапителиальные зоны, где ее поджидают клетки иммунной защиты. И так как они не ожидают увидеть этих ребят, возникает иммунный ответ. И в результате активируются воспалительные реакции, что в свою очередь снижает способность эпителия к восстановлению и в дальнейшем развивается в такой порочный круг. Что такое биоразнообразие, которое я упомянула? Это совершенно обожаемый мной Тарих Ахтелло, финский профессор, занимающийся непосредственно изучением того, как мы взаимодействуем с окружающей средой, как окружающая среда положительно или негативно влияет на работу нашего организма, работу нашей иммунной системы. И в 2019 году он предложил, если я не ошибаюсь, концепцию биоразнообразия, согласно которой это что-то такое в продолжении гигиенической теории аллергии. Согласно этой концепции, контакты с почвой, с растениями, с животными, разнообразный рацион, все это факторы, которые снижают риски развития аллергии за счет прямого воздействия на нашу иммунную систему или опосредованно через нашу микрофлору. И таким образом снижает активность проаллергических факторов. А если дальше немножечко расширить это понятие, снижает активность провоспалительных факторов. Взаимодействуя с природой, мы можем действительно с природой в целом, частью которой мы являемся, мы можем снизить вероятность развития аллергии. И, возможно, мы можем снизить риски утяжеления течения аллергии у тех, у кого она уже есть. И что важно? Поездки на природу – это не только контакты с почвой, с растениями, это вдыхание продуктов их жизнедеятельности, это тоже важно. То есть даже воздух на природе регулирует работу нашей иммунной системы. Как сказал сам Тарих Ахтелла, хорошие новости, что мы действительно можем взять природу к себе домой, мы действительно можем за счет этого повлиять на нашу микробиоту. И вот одно из исследований показывает, что за две недели контакты с зелеными растениями дома в виде зеленой стены, например, зеленой стены на этой картинке, значительно, существенно повышает биоразнообразие кожи за счет полезных бактерий. Что еще? У меня здесь, по-моему, слайд какой-то выпал. Ну ладно. Еще один важный исследование, вы потом его сможете увидеть в ссылках, почему-то пропустила я этот слайд, когда готовила презентацию, по поводу детей. Если дети играют на площадке, на которой очень много разных растений, это и зеленое покрытие газон, это деревья, в противовес каменным джунглям, внутри которых бывают вот эти самые детские площадки с искусственным покрытием. Так вот, за четыре недели регулярного посещения таких площадок зеленых тоже очень значимо меняется микрофлора в хорошую сторону, поэтому не все пропало, несмотря на такую драматическую ситуацию, которая описана Чезме, мы все-таки, у нас есть шанс, поэтому давайте им пользоваться. Эпигенетические факторы. Как это все работает? Почему окружающая среда может запустить аллергический иммунный ответ? Действительно, аллергия – это генетически обусловленное заболевание, но оценка частоты аллергических заболеваний, оценка динамики роста аллергических заболеваний за последние десятилетия, говорит о том, что их частота растет слишком быстро, не может с такой скоростью накапливаться мутации. И несмотря на семейные случаи аллергии, есть случаи Денова, ни у кого в семье нет аллергии, у ребенка есть аллергия. С чем это связано? Очень большое внимание за последние несколько лет уделяется эпигенетике как некому механизму, за счет которого окружающая среда может активировать те или иные гены, которые до этого спали. И вот загрязнение окружающей среды – табачный дым, пестициды, диеты, детергенты – так влияют на иммунный ответ, запускают такие гены или напрямую, некоторые химические вещества напрямую влияют на метилирование тех или иных генов, или опосреданную через микрофлору, что активируется, аллергический иммунный ответ, и напротив, есть внешние воздействия, которые противостоят этому активированию. Очень красивое сравнение, поэтичное такое, я бы сказала, Кари привела в этой лекции. Она сказала так, что гены – это как музыкальные ноты. Их можно сыграть громко, можно сыграть тихо, можно сыграть быстро или медленно, и можно вообще не играть. И вот это и есть эпигенетика. И, возможно, вот это очень интересно, эпигеном, то есть наш генетический материал, модифицированный эпигенетическими факторами, может наследоваться. Как в одну, так и в другую сторону мы можем на него влиять. Действительно, наши воздействия путем изменения образа жизни, путем иммуномодуляции за счет биологической терапии, аллергенно-специфической иммунотерапии, может влиять на эпигеном. И, возможно, это может наследоваться. Несмотря на то, что это попахивает ламарком, наследование приобретенных факторов, то все не совсем так. Поэтому это очень здорово. Ведь получается, что у нас есть инструмент влияния на вероятность развития аллергии. Исследования каринадо будут опубликованы в течение ближайшего года, и у них очень интересный дизайн. В ходе этих исследований исследуются близнецы, среди которых у одного аллергия есть, у второго нет. И вот в 60% роль в развитии аллергии играют гены, в 40% нет. И вот эти 40% гены имеются общие, близнецовые. В 40% случаев, возможно, речь идет как раз об эпигенетических факторах. И вот в частности было показано, что метилирование гена серпинг-1 выше среди тех близнецов, в которых есть аллергия на арахис. Конечно, нужно больше данных для подтверждения этих гипотез, но уже они нам открывают занавес, так сказать, завесу над таинственной аллергией. Еще один лектор, который всегда привлекает, мне кажется, внимание всех, кто слушает его лекции, Аднан Кустович. Он очень эмоционально рассказывает, всегда вовлекает в проблему. И в момент, когда ты его слушаешь, ты считаешь, что он рассказывает что-то самое важное. Поэтому я включила сюда этот слайд. Мне кажется, он чрезвычайно важным. Но, возможно, я просто попала под обаяние лектора. Он рассуждает на тему атопического марша. Итак, атопический дерматит, бронхоабструкции. Вы, наверное, знаете, что наши англоязычные коллеги называют их визинг, свистящее дыхание. Используя этот термин, это более широкое понятие, нежели бронхиальная астма. Потому что, как мы знаем, не каждый бронхоабструкции у дошкольников означает астму и приведут к астме. Поэтому это более широкое такое понятие. Тем не менее, это группа риска по развитию бронхиальной астмы. Поэтому, собственно, этот термин имеет важное, так скажем, клиническое значение, как обозначить этих детей. Так вот, атопический дерматит, визинг и ренит. Как они связаны между собой? Действительно ли атопический марш – это такая неизбежность? И каждый человек с атопическим дерматитом обязательно разовьет астму. Что мы должны говорить нашим пациентам, и что мы сами должны от них, собственно, ожидать в будущем? Так вот, нам приходят на помощь большие когортные исследования, которые говорят о том, что и атопический дерматит, и визинг – это, скорее всего, диагнозы зонтики. По-английски umbrella diagnosis. То есть, с одной клинической картиной. На самом деле, под одной клинической картиной встречаются совершенно разные фенотипы, разные заболевания с разной природой, разным прогнозом. И, собственно, большие когортные исследования показывают, что атопический марш в том виде, как мы его себе представляем, атопический дерматит, который сменяет ренит и астму, встречается значительно реже, чем принято считать. И нам на помощь приходит математика. Байсовские модели говорят о том, что если частота атопического дерматита отдельно, визинга отдельно, ренита отдельно, примерно соответствует случайному распределению, то вот комбинация атопический дерматит и ренит и визинг встречается значительно чаще, чем должны были встречаться, если они случайно совпадали. Значит, все-таки это совпадение не случайно. И когда стали исследовать в ходе нескольких больших когортных исследований, включающихся несколько десятков тысяч пациентов, выяснилось, что высокая степень вот этой мультиморбидности, корреляции мультиморбидности, комбинации атопического дерматита, визинга и ренита, сочетается с мутацией филогрина. Кроме того, в той группе, в которой встречалась мультиморбидность, чаще отмечалось курение матери во время беременности. Вот нам с вами эпигенетический фактор и фактор, повреждающий барьерные органы. И экзема тоже генетический фактор и фактор, который иллюстрирует, что у ребенка, возможно, есть генетический дефект барьерных органов. То есть очень это все подтверждает то, о чем говорил Чезми Агдис. Что интересно, более половины детей с мультиморбидностью не имеют сенсибилизации к пяти годам. То есть у них нет аллергии. Что еще интересно, если предыдущие исследования говорили о том, что последовательность событий, похожие на атопический марш, более характерна для фенотипа атопического дерматита с ранним началом, то есть если начинается на первом году жизни, это дети и дети в группе риска. Как оказалось, три четверти этих детей не разовьют впоследствии ренит и астму. То есть не каждый ребенок, у которого атопический дерматит отмечается на первом году жизни, это ребенок, у которого впоследствии будет то, что мы привыкли назвать атопическим маршем. Собственно, Адниан вообще предлагает отказаться от этого термина, использовать термины коморбидность, мультиморбидность. Это исследование в том тоже интересно будет, наверное, вам почитать. Про микрофлору или микробиом кишечника. С одной стороны, все вы, наверное, знаете, что понятие дисбактериоз на сегодняшний день как бы имеет такую, в общем, несколько устаревшую коннотацию. Мы стараемся его не использовать, потому что в том виде, в котором мы им пользовались раньше, он, наверное, не имеет оснований для существования. То есть вот эти анализы на дисбактериоз кишечника в виде посева кала на 20 бактерий и по их результатам некие выводы, которые мы делаем, это все-таки не то, на что мы должны опираться, когда хотим исследовать, а что же происходит в слизистых оболочках. Потому что на сегодняшний день мы знаем, что все значительно сложнее. В нас живет много триллионов микроорганизмов. Их сообщество очень сильно отличается от человека к человеку, и мы не можем их привести к единому общему знаменателю. Но, тем не менее, мы действительно на сегодняшний день можем говорить о том, насколько важна роль микрофлоры, микробиома, насколько он существенно влияет на наше здоровье, насколько важно кормить его правильной едой, об этом я чуть позже расскажу, и насколько он влияет на работу нашей иммунной системы. И действительно, есть бактерии, которые могут способствовать, если говорить в разрезе аллергии, толерантности, или бактерии, продукты жизнедеятельности которых обладают противовоспалительным эффектом, это тоже важно. И есть бактерии, которые обладают провоспалительным потенциалом, которые способны активировать Т-Хелпер-2 иммунный ответ, повышать вероятность развития аллергии. За счет чего бактерии это делают? Колоссальное внимание уделяется короткоцепочным жирным кислотам. Это бутерат, пропианат, ацетат, особенно бутерат, которые способны активировать те регуляторные клетки и запускать процессы толерантности, то есть нормальной реакции на антигены. Капсульные полисахариды бактерий тоже могут влиять на продукцию интерлейкинов, тех, которые снижают вероятность развития аллергии. Не каждый полисахарид, об этом можно подробнее почитать в статье. И фраза про то, что дисбиоз предшествует развитию пищевой аллергии, я настоятельно не стала бы транслировать на анализ на дисбактериоз, по результатам которого мы говорим, у вас дисбиоз, вам грозит пищевая аллергия. Не так это работает. Мы не можем с помощью анализов на сегодняшний день объективно оценить состояние микробиома. Мы только по косвенным признакам можем говорить о возможном дисбиозе в своей клинической практике. Какие-то косвенные признаки, на самом деле, что человек обычно ест. Потому что именно за счет питания, немножко предвосхищая то, о чем я буду говорить дальше, мы можем значимо влиять на нашу микрофлору. И поэтому, оценивая предшествующее питание человека, мы можем предположить, как обстоят дела с его микрофлорой. Вот важный момент, что нет конкретных бактерий, напрямую связанных с развитием пищевой аллергии. То есть, по Севе выявили, там золотистый стафилококкс и сказали, все, вот это вот товарищ, который за аллергию отвечает. Но спектр микробов, их разнообразие, соотношение разных видов может влиять на вероятность развития толерантности, повышая эту вероятность или снижая ее. Не смогла перевести грамотно это слово, иммунопитание, иммунонутриция, это не иммунонутрициология, по-другому бы это слово писалось. Но, тем не менее, это относительно новое направление, которое изучает прямое или непрямое влияние макро- и микроэлементов в нашем питании на работу иммунной системы. И вот это как раз самый перспективный способ первичной и вторичной профилактики аллергических заболеваний, то есть первичной профилактики, чтобы они не развились, и вторичной профилактики уже развившихся аллергических заболеваний и других воспалительных заболеваний. Мы помним про концепцию единого здоровья. Потрясающая совершенно лекция Лайема о Махоне, которая как раз была посвящена механизмам воздействия питания на нашу иммунную систему. И какие два типа питания в целом противопоставляются? Это продукты с низкой степенью обработки, цельные растительные продукты, свежие овощи, свежие фрукты, орехи, злаки, да, и продукты глубокой обработки. Пицца, чипсы, да, вот эти всякие вкусняхи, которые мы очень любим. Помимо, собственно, растительной пищи, как источника клетчатки, мы об этом сейчас тоже поговорим, большой роль играют ферментированные продукты. В качестве объекта исследований нередко используется йогурт. И вот что показывают исследования? На это исследование тоже ссылку вы потом увидите. Что при употреблении фруктов и овощей и йогуртов на первом году жизни детьми, если это преобладает в их рационе по сравнению с продуктами глубокой переработки, к которым, кстати, относятся готовые прикормы, на 50% снижается вероятность пищевой аллергии. Просто вдумайтесь, да. Мы с помощью питания на первом году жизни можем снизить вероятность развития пищевой аллергии. Причем мы говорим про пролонгированный эффект. Это не только в один год оцениваются результаты. Мы можем на 50% снизить вероятность развития аллергии, просто воздействуя на микробиом. Но и рацион мамы во время беременности тоже играет колоссальную роль. Если в рационе мамы во время беременности преобладают те же продукты, растительная пища, йогурт, а продуктов глубокой переработки будет мало, мы понимаем, что мы не можем их исключить. И Роберто на лекцию, к которой я ссылалась, она о том же самом говорит, да, но мы можем есть, так сказать, junk food, фастфуд и продукты глубокой переработки эпизодически. Главное, чтобы это не было основой нашего рациона. Так вот, если это не основа рациона, в основе лежит вот такая необработанная пища, смотрите, риск развития аллергии респираторной, бронхиальной астмы, атопического дерматита, пищевой аллергии снижается в 4 года. То есть, сохраняется на вот этом рубеже, в 4-летнем возрасте, эффект, который был оказан во время беременности. Обратная диета мамы имеет такой же негативный эффект, как генетический дефект филогрина. То есть, если у ребенка нет этого генетического дефекта, это исследование Карины Вентер, тоже можно его будет потом прочитать. Диета мамы с преобладанием продуктов глубокой переработки может спровоцировать потом те же заболевания, которые обычно развиваются у детей с дефектом филогрина. Это атопический дерматит, это аллергический ренит, это бронхоабструкции. Как все это работает? За счет жирных кислот, короткоцепочных, особенно бутерат. И исследовали детей в разном возрасте. Обратили внимание, 6-летних детей. Значительно чаще была аллергия в той группе, в той когорте, в которой уровень бутерата был низким. И действительно мы знаем, что уровень бутерата коррелирует с употреблением рыбы, как источника омега-3 жирных кислот, фруктов и овощей, йогурта. Вот, пожалуйста, что должно быть в питании. Что интересно, исследование, посвященное влиянию микробиоты на течение коронавирусной инфекции. Смотрите, что интересно было получено. Что те микробы, которые размножаются при употреблении пищи, богатой пищевыми волокнами, той самой диетической клетчаткой, диетическими волокнами, которые при поглощении бактериями способствуют образованию бутерата, который в свою очередь обладает противовоспалительным эффектом, были обратно ассоциированы с постковидным синдромом. То есть тяжелее протекал и тяжелым течением коронавирусной инфекции. Тяжелее протекала коронавирусная инфекция, чаще встречался постковидный синдром среди тех людей, у которых был более скудный микробиом, который производил малый бутерата. И был введен вот такой термин. Микробиом высокого риска, микробиом низкого риска в соотношении провоспалительных, противовоспалительных воздействий на нашу иммунную систему. И мы знаем, за счет каких продуктов мы можем запускать работу тех или иных бактерий, создавать благоприятные условия для тех или иных бактерий. И вот здесь как раз противостоит, как вы видите, микробиом низкого риска и питание, которое помогает поддерживать вот такой микробиом, растительная необработанная пища. И микробиом высокого риска. И питание, в свою очередь, которое способствует созданию вот такого микробиома, продукта глубокой переработки. Поэтому питание может влиять на течение даже вирусных инфекций. Еще из новостей. Вышло новое руководство полинкулярной аллергологии. По этой ссылке можно ее скачать. И тоже в самом конце ссылку на него я отдельно дам. Что там? Там появилось очень много новых интересных разделов. И что важно, в каждой главе появились клинические примеры, клинические случаи. Как на практике применить эти знания? Для чего нужна молекулярная диагностика? Каким образом мы можем ее использовать в повседневной своей практике? Отставим в сторону нашу текущую ситуацию с реагентами. Будем надеяться на лучшее. Это не отменяет того, что мы должны этими знаниями обладать. Что нового? Про осид и молекулярную аллергологию более углубленно. Стандартизация осид-экстрактов, осид для пищевой аллергии, отбор пациентов, рекомбинантные аллергены, новые молекулы для осид. Отдельная глава. Глава, посвященная CCD. Какую роль они могут играть в лабораторной диагностике? Как они влияют на результаты? Маленькие молекулы, как иммуномодуляторы, леганды. Это леганды к PR10, NSLTP, к сыворочным альбуминам. И то, как липиды обладают иммуномодулирующим действием. Липиды из пищи. Контакты с аллергенными молекулами. Методы исследования. Клиническая значимость. Специальные аспекты контактов с едой. Клинические случаи. Теоретическая база более подробно. Как молекулы становятся аллергенами. Концепция аллергенов. Аллергия на плесень. Аллергия на съедобные насекомые. Интересно. И аллергия на семена. Отдельно аллергия на белки хранения в семенах. Это очень важный практический момент. И вообще разобраны все аллергенные молекулы с их клинической значимостью. Вот аллергия на съедобных насекомых. Почему это нам может быть важно? Потому что, во-первых, следы насекомых есть в еде. Хотим мы этого или нет, я предвкушаю вашу реакцию сейчас на следы насекомых в еде. Но это действительно так. Шоколад, ореховая паста, арахисовая паста, выпечка могут содержать весьма приличное количество следов насекомых. Не говоря уж о меде, например. Насекомые и их личинки, кроме того, рассматривают как один из потенциальных источников белка, альтернативных мясу. И, конечно, пищевая промышленность не стоит на месте. Это не обязательно будет выглядеть так, как на картинке. Мы можем понятия не иметь, что в еде использованы измельченные насекомые в виде муки, например. Мы на вкус этого и не поймем. Мы должны знать о том, что, возможно, перекрестная аллергия между клещами домашней пыли, креветками и насекомыми. Но, кроме того, съедобные насекомые сами по себе могут быть первично сенсибилизирующими агентами. И вот что важно. Один из перспективных компонентов, которые могут быть включены в наше питание повседневно, он используется и как деликатес, и из него делают путем переработки разные компоненты, используемые в пище, личинки мучного хрущика. Может быть, он как-то по-другому переводится, по-английски yellow mealworm. Ну, вот я такой перевод нашла. У абсолютного большинства людей, имеющих аллергии на креветки, будет вызывать перекрестную аллергию. То есть, если у человека уже есть аллергия на креветки, 99% вероятность, что у него будет перекрестная аллергия на личинки. Кроме того, у людей, имеющих аллергии на креветки, с максимальной вероятностью может развиваться перекрестная аллергия и на белки других съедобных насекомых. При этом при первичной аллергии на эти личинки перекрестная аллергия гораздо менее вероятна. Об этом можно почитать в новом руководстве. Немножко про биологическую терапию. То, что мне показалось важным. Понятно, что для нас это пока сложно доступная терапия из-за стоимости препаратов, из-за того, что не все у нас получило сертификацию. Но, так сказать, незнание не освобождает от ответственности. Пациенты ездят по разным странам, они к нам могут приезжать издалека, мы должны их ориентировать, как они в своей стране могут это сделать. И в целом никто, так сказать, не отменяет того, что с течением времени биологические препараты станут и у нас более доступными. Поэтому все это важно знать. Во-первых, препарат Допилумаб одобрен для лечения зенофильного изофагита. И вообще в лечении желудочно-кишечных форм аллергии, роль биологической терапии, антиэозинофильных антител очень активно изучается. Потому что, во-первых, немножечко просто отступая в сторону, я на этом слайде этого не написала, эозинофильные заболевания желудочно-кишечного тракта не всегда связаны напрямую с пищевой аллергией. Не всегда при них присутствует этот компонент. А зенофильное воспаление есть. И что мы можем сделать? Мы, конечно, можем с тероидами снимать зенофильное воспаление, а можем использовать биологическую терапию антиэозинофильную. Изучается возможность биологической терапии в лечении пищевой аллергии в качестве адювантов коральной иммунотерапии. Например, мы знаем, что в России она, к сожалению, не проводится. Очень хотелось бы, чтобы она у нас наконец-то появилась, равно как и провокационные тесты, без которых немыслимо на самом деле адекватная аллергодиагностика в мировой практике. В общем, будем ждать. Так вот, оральная иммунотерапия – это лечение пищевой аллергии путем введения в рацион по определенным протоколам в нарастающей дозе аллергена. По понятным причинам она сопряжена с частыми побочными эффектами, особенно когда она проводится несколькими аллергенами одновременно. И вот в этом случае биологическая терапия может быть очень эффективным адювантом, который будет снижать вероятность побочных эффектов. Но кроме того, активно исследуются возможности биологической терапии в увеличении продолжительности толерантности. Потому что, конечно, важный вопрос – а как долго сохранится достигнутый эффект при проведении оральной иммунотерапии? Кроме того, изучаются возможности биологических препаратов в качестве самостоятельного лечения без оральной иммунотерапии. То есть, у человека пищевая аллергия на арахис в очень тяжелой форме, ему невозможно провести оральную иммунотерапию из-за низкого порога чувствительности. Но биологические препараты допиломаб и этакимаб после одного введения в течение продолжительного времени, в течение полутора месяцев, если я не ошибаюсь, для этакимаба, в течение четырех недель до допиломаба сохраняли эффект. То есть, человек проходил оральную провокационную пробу без реакции. Проводится пилотный исследование, нужно больше данных, но, по-моему, это очень-очень интересно. Основная нерешенная проблема, конечно, это применение биологических препаратов в педиатрии. И огромное влияние, огромное внимание, вернее, привлекает, конечно, персонализированная терапия в аллергологии. Это фенотипирование заболеваний. Мы уже сегодня немножко этого коснулись, что на самом деле не все так просто с нашими аллергологическими диагнозами. Многие заболевания, на самом деле, это группа заболеваний с похожей клинической картиной. Лечение может очень сильно, и прогноз может очень сильно зависеть от фенотипа. Персонализированный подход к диете очень важен. Диета – это не просто исключение, тотальное исключение аллергена. Мы теперь с вами видим, как разнообразие рациона влияет на работу иммунной системы, какими точечными должны быть наши воздействия на рацион, когда мы что-то убираем, и как мы должны проследить, насколько разнообразным должен быть оставшийся рацион. И, безусловно, ценности пациента, тревоги, волнения, предыдущий опыт, потому что от этого зависит приверженность к терапии. Все это крайне важно. И немножечко про диету. Это объект моего профессионального интереса, поэтому я не могла на этом не остановиться. И мне кажется, что это крайне важная тема для обсуждения. Ну, и не только мне это кажется. Итак, Анна Новик-Вегдзрин говорит о том, что фенотип пищевой аллергии может определять подход к диете, ведь аллергия может проявляться по-разному. Например, орально-аллергический синдром, вызванный при перекрестной аллергии между едой и пыльцой, белками группы PR10, белками семейства профилинов, позволяет нам оставить термически обработанные фрукты и овощи в рационе. Здорово? Здорово. Потому что мы только что говорили, как важна клетчатка в рационе, никак важны пищевые волокна и другие компоненты пищи. Мы на них просто не останавливаемся. Все они крайне важны. И пищевые волокна бывают разные. Поэтому на сегодняшний день нам говорят о том, что вся радуга, все цвета растительной пищи должны быть в рационе. И вот таким людям мы можем полностью не убирать их аллергены, а оставить их в термически обработанном виде. Есть подтип, такой фенотип аллергии, аллергии, возникающие при действии кофакторов. Все мы знаем об анафилоксии, вызванной физической нагрузкой в случае аллергии на омега-5-глиадин, белок пшеницы. Но на самом деле количество пищевых белков, способных так себя вести, вызывать аллергии только при действии кофакторов, значительно шире. Помимо пшеницы, это орехи, семечки, молоко и яйца, фрукты за счет белков и лтп, овощи за счет и орехи за счет белков и лтп, семечки за счет белков и лтп. Вот эта группа белков могут вызывать аллергии, например, только при действии кофакторов, в роли которых, кроме физической нагрузки, может быть стресс, может быть прием лекарственных препаратов. И здесь не только НПВС, но и ингибиторы АПФ и бета-блокаторы, и употребление алкоголя может быть действием кофакторов. Так вот, можно употреблять эти продукты вне действия кофакторов. Для молока и яиц мы знаем, что есть люди, которые хорошо переносят выпечку с этими продуктами, благодаря тому, что у них аллергия вызывает термолобильные белки. Соответственно, при отсутствии аллергии на термостабильные белки, можно человеку оставить выпечку в рационе. И это может иметь колоссальное значение, потому что у нас есть данные, что возможно, есть противоречие этому исследованию, но есть исследования за эту гипотезу. Возможно, употребление переносимой формы молочных продуктов и яиц ускоряет развитие толерантности. Ну и в любом случае, переносимость выпечки предшествует развитию толерантности. Как правило, эти дети перерастут аллергии на молоко и яйца. Что еще важно? Пороговая доза для пищевых аллергенов может быть разной в зависимости от чувствительности пациента. Есть такое понятие «eliciting dose», провоцирующая дозы. Они бывают разные, отражающие чувствительность. Eliciting dose – один для одного процента, то есть для самых чувствительных людей. 5% для 5%, 50% для половины, 100% для всех. Вот, смотрите, половина аллергиков не реагирует на пшеницу в количестве 250 мг, или молоко в количестве 160 мг, или яйцо в количестве 150 мг. Можно подробнее про вот эти дозы почитать в том исследовании, которое здесь приведено. О чем это нам говорит? Что мы можем не тотально исключать продукты. Например, если человек переносит еду готовую, где написано «может содержать следы», мы можем оставить ее в рационе, потому что действительно его чувствительность, вполне возможно, ему это позволяет. Но, конечно, все-таки такие допущения должны быть обоснованы в том числе и провокационными тестами. То есть как мы можем выяснить, что человек переносит? Можем провести провокационный тест с нужным количеством по определенным протоколам. Протоколы провокационных тестов как раз и подразумевают поиск, в том числе, пороговой дозы. И таким образом мы сможем человеку разрешить есть теленные продукты. Конечно, здесь требуется больше данных, более совершенные протоколы в нашей стране. Вообще мы не можем пока проводить провокационные тесты. Но это то, к чему точно стоит стремиться, потому что качество жизни пациентов напрямую от этого зависит. Вред необоснованных диет. 60% детей с атопическим дерматитом находятся на диете с включением одной и более группы продуктов, в том числе безосновательно. Мы знаем, что при этом заболевания и пищевой аллергии есть далеко не всегда. Каков вред излишних диет? Высокий уровень тревожности, низкий индекс массы тела, дефицит белков, жиров, витаминов группы В, кальция, фосфора, железо. У взрослых реже страдает индекс массы тела, но может развиваться дефицит железа, цинка, витамины В12. Это связано со спектром аллергенов. У взрослых и детей они разные, соответственно, и объем диет разный. Что важно? Это влияет на пищевое поведение. Дети отказываются снова пробовать исключенные ранее продукты, когда мы их пробуем им вернуть. За рубежом после отрицательного провокационного теста в России, после получения отрицательных результатов обследования. Дети не хотят пробовать. Четверть детей примерно отказываются снова пробовать продукты. Но что еще важно? Высокий риск утраты толерантности. Эллиминационные диеты, безосновательные. То есть, когда мы исключаем надолго те или иные группы продуктов, к сожалению, с высокой вероятностью могут у ряда пациентов спровоцировать, наоборот, развитие аллергии. То есть, человек раньше их переносил, продукт просто убрали без оснований, вернули, у него возникла аллергия. Причем у 30% людей эта аллергия проявляется анафилоксией. И нет совершенно никакой корреляции тяжести этой реакции с уровнем специфического IG. Он может быть невысоким, а реакция тяжелой. Вот два исследования, которые на этом подробно останавливаются. Это, конечно, крайне важно, особенно в условиях широкой практики имминационных диет, с исключением огромного количества групп продуктов в нашей стране. Раннее введение аллергенов. Почему важно? Мы на сегодняшний день знаем, что существует гипотеза двойной экспозиции, согласно которой маршрут знакомства с аллергенами критически играет роль на первом году жизни в вероятности развития аллергии. То есть, если у человека поврежден кожный барьер, кожа воспалена, мы говорим об атопическом дерматите на первом году жизни, то попадание пищевых аллергенов на кожу до того, как человек начнет их употреблять, если это первый или единственный способ знакомства с пищевыми аллергенами, это повышает вероятность развития аллергии. Поэтому исследования ИД, исследования ЛИП, направленные на изучение профилактических возможностей раннего введения продуктов, говорят нам о том, что крайне важно их вводить. И вот к этому году у нас уже есть протоколы введения частых аллергенов, они направлены в первую очередь на яйца и арахис. В большинстве стран, в Штатах, в Канаде, в европейских странах протоколы выстраиваются вокруг яйца и арахиса в качестве введения, в качестве первых прикормов, они среди первых прикормов, предлагается их примешивать к фруктовым, к овощным пюре. В нашей стране таких протоколов нет, поэтому нам сложно что-то использовать в этом направлении. Но что мы для себя можем взять? Что частые аллергены предлагается вводить наравне с другими продуктами. И пищевое разнообразие на первых годах жизни значимо снижает вероятность развития аллергических заболеваний. Каждый дополнительный продукт существенно дополнительно снижает вероятность развития аллергии. Очень важно, чтобы человек перезнакомился с частыми аллергенами в этот период жизни. Тоже эти исследования можно будет потом подробнее прочитать. Вот здесь, в этой интегративной схеме о том, как мы ранними вмешательствами в жизнь ребенка можем снизить вероятность развития аллергических заболеваний, здесь сделан акцент на чем? Что зелененьким обозначено, я это еще дополнительно в такие прямоугольники выделила. Пищевое разнообразие и раннее введение частых аллергенов снижает вероятность развития аллергии. Итак, что мы можем сделать в итоге для профилактики аллергии? Процитирую снова дорогого Тариха Ахтела. Мы не можем вернуться к природе, конечно, развитие нашего общества, нашей культуры, урбанизации не позволяет нам снова всем переехать в деревню. Но мы можем взять природу к себе, контактировать с растениями, с почвой, с животными, не злоупотреблять антибиотиками и антисептиками. Все это существенно влияет на наш микробиом. Мы можем уменьшить загрязнение окружающей среды. Чезми Агдис об этом очень эмоционально рассказывал. Мы можем обеспечить пищевое разнообразие. Можем употреблять необработанные продукты, овощи, фрукты, рыбу, йогурты. Все это крайне положительно влияет на нашу иммунную систему. И что важно? Конечно, первые 100 дней жизни – это критический период в развитии иммунной системы ребенка. Поэтому наиболее важны первые два года жизни питания в этом возрасте и во внутриутробном периоде, когда мамин рацион крайне важен. Но в течение жизни мы тоже влияем на работу нашей иммунной системы. Вспомните этот слайд, когда я рассказывала про коронавирусную инфекцию. Как питание влияет на провоспалительный и противовоспалительный потенциал. Как микрофлора за счет питательных веществ, за счет короткоцепочных жирных кислот обладает положительным воздействием на нашу иммунную защиту. И мы должны стараться редко употреблять продукты глубокой переработки. Вот такая картинка про биоразнообразие, которая наглядно иллюстрирует, как дети должны проводить свободное время. И я, во-первых, благодарю вас за внимание. Во-вторых, мы ждем ваши вопросы. У нас будет возможность еще на них поотвечать. Екатерина задает вопрос, рационально ли использование эмалентов у детей с предрасположенностью к атопическому дерматиту. Екатерина, отличный вопрос, потому что действительно мы говорим о том, что аллергия, атопический дерматит – это барьерное заболевание. Но те исследования, которые на сегодняшний день у нас есть, они, к сожалению, не показали возможности эмалентов в профилактике атопического дерматита. Хотя на начальных этапах у них очень здорово это получилось. Это исследование BIP, большими буквами английскими BEEP, вы можете почитать. И исследование PEBLS, большими тоже буквами. Они показали, что, к сожалению, профилактическое использование эмалентов не работает. Возможно, дело в виде эмалентов, потому что эмаленты, используемые в этих исследованиях, были разные. И семьи могли использовать разные эмаленты с разным составом. И кожа детей может быть восприимчива к этим эмалентам по-разному, соответственно, эффект их отличается. Поэтому на сегодняшний день мы, к сожалению, не можем рекомендовать применение эмалентов для профилактики атопического дерматита. Однако это совершенно не отменяет необходимости увлажнять кожу. Если у человека кожа сухая, мы понимаем, что у него есть барьерный дефект. Это основание для того, чтобы кожу увлажнять эмалентами, восполнять этот дефект, помогать клеткам кожи цепляться друг с другом. Поэтому я думаю, что результаты этих исследований следует адаптировать к жизненной ситуации. То есть человека с нормальной кожей мы не будем мазать эмалентами для профилактики атопического дерматита, несмотря на семейный анамнез. Человека с сухой кожей мы будем увлажнять эмалентами, потому что мы понимаем, что это барьерный дефект. И здесь увлажнение – это лучшее, что мы можем сделать. Влияет ли грудное вскармливание, спрашивает Дмитрий, на развитие бронхиальной астмы у ребенка? Безусловно, грудное вскармливание – это один из важных факторов, которые влияют на все виды аллергических заболеваний, на вероятность их. Поэтому грудное вскармливание, особенно эксклюзивное, исключительно грудное вскармливание в первые 4 месяца, из года в год продолжает включаться в перечень профилактических мер, мер первичной профилактики. Мы знаем, что есть огромное количество молекул в грудном молоке, обладающих иммунорегулирующим эффектом. И вот я сегодня приводила исследование, согласно которому в зависимости от питания матери меняются риски развития аллергических заболеваний, включая бронхиальную астму у детей к 4 годам. За счет чего? За счет грудного молока. Как они по-другому-то, эти регулирующие компоненты попадут к ребенку? Поэтому да, безусловно, влияет. Влияют и пробиотики на развитие аллергического ринита и бронхиальной астмы. Да, это важный момент, который я, к сожалению, не успела осветить. Пробиотикам огромное внимание уделяется на Конгрессе, потому что, видите, мы много внимания уделяем микробиому. Но что мы должны понимать для себя? Что не все пробиотики одинаковые. Пробиотики имеют разный состав, разный бактериальный состав. Не все бактерии обладают нужным нам регуляторным потенциалом. Поэтому, да, безусловно, пробиотики могут влиять на вероятность развития аллергических заболеваний, но не одни. Во-первых, они должны иметь определенный состав, безусловно. И здесь приоритет за некоторыми подвидами лактобактерий. Но важно, что к пробиотикам должно добавляться питание. Бактериям нужен субстрат, который они будут перерабатывать, выделяя нужные регуляторные молекулы. А это, в первую очередь, пищевые волокна. Юрий спрашивает, может ли приходящая крапивница быть связана с течением атопического дерматита? Ну, вот сложно сказать, как это связано с текущей темой, конечно. Скажем так, люди, склонные к атопии, больше склонны к хронической крапивнице. Есть такие данные. Напрямую можно ли сказать, что приходящая крапивница может быть связана с течением атопического дерматита? Если атопический дерматит сопровождается пищевой сенсибилизацией, одним из вариантов проявления пищевой аллергии может быть острая крапивница. И поэтому крапивница, связанная с пищевой аллергией, может быть параллельно с атопическим дерматитом, может быть проявлением пищевой аллергии. Если мы говорим о хронической крапивнице, то есть не связанной с пищевой аллергией, она чуть чаще может встречаться среди людей с атопическим дерматитом из-за особенностей иммунного ответа. Светлана, таким образом утверждение о том, что истинная аллергия, в отличие от псевдоаллергии, доза независима, уже не актуальна? Чувствую, что не только врачи нас слушают. Нет, Светлана, это не совсем так. Мы говорим про пороговые дозы все-таки в отношении пищевой аллергии, которые очень маленькие. Это микрограммы, это миллиграммы. В то время как при псевдоаллергии мы говорим о больших дозах. Один апельсин или пять апельсинов, ломтик шоколадки или три шоколадки, один чупа-чупс или коробка конфет. Когда мы говорим о том, что некоторые пищевые компоненты, неважно, это пищевые добавки или это естественные компоненты пищи, могут действительно провоцировать дегрануляцию тучных клеток, выброс биологически активных веществ и кожные симптомы. А здесь мы говорим о микрограммах, поэтому не стоит проводить такую параллель. Соответственно, в диагностике мы это по-другому будем использовать. Человек не реагирует на следы, но реагирует, когда употребляет продукт в чистом виде. Это все-таки не тот дозозависимый эффект, который мы отмечаем при псевдоаллергии, когда человек говорит, что ему нужно съесть килограмм мандаринов, чтобы случились высыпания. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Ирина Сурина, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, нормальный уровень общего иммуноглобулина Е не исключает аллергию и не говорит о том, что ребенок склонен к аллергии или нет? Безусловно, общий иммуноглобулина Е при самых разных заболеваниях может быть повышен и может быть абсолютно нормальным при аллергии. Поэтому мы не используем этот показатель в качестве критерия наличия или отсутствия аллергии. Сергей, хроматография по Осипову. Основана на определении жирных кислот, на основании их концентрации делается вывод о биологическом разнообразии. Назначать ли это, что профессору Осипову предусмотрел работу европейских коллег? Нет. Потому что хроматография по Осипову, к сожалению, имеет некие нормы в результатах, которые неизвестны, к сожалению, откуда получены. И относительно этих норм определяются сдвиги концентрации тех или иных микроорганизмов. То есть идея того, чтобы нас, микроорганизмов, гораздо больше, и по их метаболитам мы можем определять, не имея возможности определить их напрямую, потому что многие из них анаэробы, мы можем определять их количество. Эта идея классная. Но интерпретация этого анализа в том виде, в котором она сделана при проведении хроматографии по Осипову, к сожалению, спорна. Потому что нет усредненной нормы. У каждого из нас норма может быть абсолютно разной. Вот у нас здесь сейчас в студии несколько человек. Каждому из нас может быть прекрасна со своей микрофлорой. Она для нас хороша, и на нас она хорошо влияет. Но если мы обменяемся друг с другом, каждому из нас с чужой микрофлорой может быть плохо. Может быть, вот такая параллель будет более понятна. Светлана. В течение какого времени должны подвергаться термической обработке яйца при аллергии на термолобильные белки? Светлана, если вы пациент, я бы вам рекомендовала вместе с вашим врачом обсудить яичную лесенку. Это последовательность из разных форм блюд с яйцами, в том числе разная термическая обработка. В ходе которой можно определиться, какие продукты подходят, какие нет. В том числе путем домашних диагностических введений, если ваша аллергия это позволяет. Если вы коллега, рекомендую вам найти яичную лесенку, которую предлагает британская ассоциация BSACI для введения яиц. Если коротко, самая первая ступенька в яичной лесенке – это блюда с яйцом, приготовленные в духовке при температуре не менее 200 градусов, не меньше 20 минут. Юлия спрашивает, что нового об асид? Что нового об асид? Изучаются возможности асид рекомбинантными аллергенами, продолжают изучаться. Есть данные о том, что асид экстрактами может быть более эффективными, потому что все молекулы важны, не только мажорные. Для некоторых аллергенов нет отличий между асид экстрактами и асид рекомбинантными аллергенами. Соответственно, зачем платить больше, потому что в производстве рекомбинантные аллергены обходятся дороже. Возможность применения биологических препаратов про асид, я уже об этом немножко говорила, которая может помочь тем, кто тяжело переносит асид. И в случае, если асид проводится пищевыми аллергенами, то, что мы в России, к сожалению, не проводим, но и надеясь, что это наше обозримое будущее, это может и облегчить течение асид. Потому что мы понимаем, почему мы не проводим оральную иммунотерапию, потому что для этого нужны специальные условия. Это действительно более рискованное в плане побочных эффектов терапии, но очень нужное. И именно в отношении пищевой аллергии, в отношении оральной иммунотерапии биологические препараты могут, возможно, повлиять на устойчивость эффектов. Я надеюсь, что было интересно, потому что, как всегда, знаете, ведь невозможно объять необъятное, невозможно посмотреть весь конгресс целиком. Конечно, отчасти мой отчет, он немножко имеет субъективный характер, то есть я посмотрела то, что, как мне казалось, это важно и интересно. Надеюсь, вам тоже это было интересно. Спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего. Спасибо.